Пока главная прелесть курортов Краснодарского края, Черное море, набирает комфортные градусы для купания, в распоряжении маленьких отдыхающих большой спектр других оздоровительных процедур, активные игры и разнообразная творческая программа. Хорошо отдыхается, мы приехали из Беларуси, из города Чечерск, первый раз. Проходят дискотеки, разные конкурсы, был конкурс «Мисс Беларусь», «Алло, мы ищем таланты» был конкурс. Ну, жалко, что только вода холодная, и из-за этого нельзя купаться. Сегодня в регионе отдыхает почти 7 тысяч детей, а через несколько дней с открытием купального сезона их станет десятки тысяч. Готовы ли детские лагеря и здравницы к приему своих главных гостей, губернатор обсуждает на большом селекторном совещании. Тема детской здравительной кампании касается не только прибрежных городов, на связи все районы, почти 5 тысяч человек. Те, от кого зависит, как будет организовано это лето. Здравницы разные, но стандарт качества на Кубани для всех един. Нынешний сезон во всей курортной отрасли края, в том числе и в детском ее секторе, будет показателен, отмечает Ткачев. Соседство Крыма должно заставить руководителя здравницы еще раз задуматься об условиях и о качестве детского отдыха. Коллеги, никто не останется без внимания, я вас уверяю, и без положительного, где мы будем поддерживать, говорить об опыте, стабильной работе и тех, кто грубо нарушает все нормы пребывания, размещения, транспортировки, питания и так далее. Подчеркиваю, мы должны сегодня, в том числе, драться не только за взрослое население, это часть нашего бизнеса, но и за детское. Не понравится детям, родителям, уедут в другие места, непосредственно в Крым. Это сегодня, знаете, когда все равно приедут, куда они денутся? Вот этот совковый подход недопустим, он просто пагубный. Мы, в конце концов, потеряем потоки, а значит, потеряем бизнес, потеряем налоги, а значит, рабочие места и так далее. Все то, что мы с вами завоевывали годами, ребенок, он должен приехать здоровый, окрепший и довольный. Будем за детей карать беспощадно, имейте в виду. В прошлом году в детских лагерях края прошло больше 600 проверок. Две здравницы были закрыты, 59 человек уволены в отношении одного, заявили уголовное дело. Ответственность везде понимают по-разному, говорит вице-губернатор Галина Золина. Нарушения правил безопасности и санитарных норм, к сожалению, зафиксированы и в этом году. Уже показал мониторинг в Анапе, две здравницы, восход и полярные зори, которые со дня на день ждут своих детей, своих посетителей, но они катастрофически не готовы к проведению этой детской кампании. Не готовы не отремонтированы корпуса, не отремонтирован процедурный кабинет, пищеблок, нет горячей воды в умывальнике и в столовых, не говоря уже о разбитых дверях, тумбочках, кроватях и так далее. Поэтому просто удивляет вот эта вопиющая безалаберность и безхозяйственность руководителей этих учреждений. Хотелось бы сказать, что бизнес хорош тогда, когда за ним идет ответственность, высочайшая и без всяких нарушений. Охранники без лицензии, отсутствие тревожной кнопки, кто и как охраняет сегодня детские санатории и лагеря, проверяет и полиция края. Сегодня еще не все сделано, как положено. Хотел бы доложить, что в ходе проверок в детском оздоровительном лагере «Салют» охрана отсутствует. Мы проверили, это город Сочи, Лазаревская. Организация пропускного режима не осуществляется. Под ограждением имеются пролазы и разрывы. То есть мы говорим о том, что мы вроде бы подготовились, на самом деле будем латать все эти дыры потом, когда уже будут какие-то проблемные вопросы. Начальникам территориальных органов внутренних дел курортной зоны необходимо спланировать и реализовать взаимодействие с органами Роспотребнадзора, с другими контролирующими структурами комплекс целевых мероприятий по пресечению производства и распространению контрабандной продукции. Отдельно на совещании говорят о соблюдении детского закона в крае. Это тоже безопасность детей и подростков. Критика звучит в адрес участников рейдов на местах. Краевая комиссия провела 50 ночных выездов в районы. Итог неутешительный. Некоторые рейдовые группы отсиживаются в штабах, играют в домино, как это было 3 мая в Засовском сельском поселении Лобинского района. В результате отчета об итогах рейда заполняются задолго до его окончания, с заведомо нулевыми результатами. А задача по выявлению детей в ночное время и по охране общественного порядка должным образом не выполняется. Без шуток. Это наш приоритет. Это наш закон. И это не просто здесь Скачев придумал и с Веневским, и здесь просто играется. Это фундаментальный закон. Нечего болтаться после 22 часов. Там как раз все и начинается. Это для пряточных семей. Хороший повод не пускать своих детей. Есть закон, есть норма. Это инструмент, которым можно разнеснять ребенку, любому ребенку, что такая позиция государства. Мы будем посрамлены, мы будем обозорены, мы получим за это штраф и так далее. Это тоже система сдержек в определенной степени. Потом это входит в привычку и в норму. И потом мы получаем уже другое поселение, другой город и другой край, другую Кубань. Я буду в районах приезжать и начинать с этого. Как идет работа. И, конечно, проверки, проверки еще раз проверю. Пока это не станет нормой, привычкой жить на Кубани именно так. И относиться к своим детям. Вопросы безопасности, в том числе и состояния аттракционов на пляжах и самих пляжных территорий. Сегодня это пункты номер один в списке проверяющих. Проверка закончена уже на 70% всех здравниц. Нам сейчас остается конкретно это работать по пляжам, потому что вода только получила 18 градусов, как три дня. Сейчас будут идти уже последние водолазные обследования, пробы. Мы обращаем внимание прежде всего на безопасность, на транспортировку детей, начиная с ЖД вокзала, то есть совместно с полицией мы проработали все эти вопросы. Для нерадивых мы создадим нетерпимые условия. Для тех, кто работает хорошо, мы создадим ряд преимуществ. И мне кажется, бизнесу будет понятно, что работать хорошо по организации детского отдыха выгоднее, нежели работать плохо. Что же касается отдыха кубанских школьников, то на детскую оздоровительную кампанию 2014 регион потратит 3 миллиарда рублей. За счет бюджета купят 150 тысяч детских путевок. И даже если речь идет о школьном летнем лагере, программа отдыха должна быть насыщенной, не раз подчеркивают на совещании. Походы в горы, экскурсии, поездки, в крае есть много интересных мест. Было бы желание. Мы много на самом деле говорили с вами о персональной ответственности, глав муниципалитетов, за организацию непосредственно детского отдыха на территории района или города. Но я также хочу еще раз напомнить всем, прежде всего руководителям санаториев, лагерей, что именно безопасность детей, это, как мне представляется, в первую очередь ваша зона ответственности. Вам родители доверяют самое дорогое, самое ценное, что есть у них. И мы должны это ценить. Доверяют своих детей. И, конечно, на вашей совести будет или детская радость по окончанию этого летнего сезона, или, естественно, детские слезы. Я рассчитываю на то, что мы все в текущем году этот экзамен, детский отдых, сдадим на отлично. Яна Москаленко, Денис Перец, Денис Москаленко, 9 канал.